Здравствуйте, друзья! У нас со Светланой остались только длинные-длинные вопросы, которые можно отвечать только в длинные-длинные поездки. Как мы сейчас едем в Сан-Франциско, вы видите дорогу на Сан-Франциско у себя на экранах. Ну, давай, Света. Меня зовут Мария, мне 29 лет, живу в Жуковском, что в Московской области. Наш землячка. Есть муж, ему 46 лет, и сын 3 года. Смотрю ваш канал уже больше двух лет, и почти столько же времени мы с мужем пытаемся осуществить нашу мечту об эмиграции. Третий раз участвуем в лотерее Гринкард, но слабо верю, что получится выиграть. Да и к тому же супруг больше жаждет переехать в Новую Зеландию. Вон, а как. Весной того года он посетил эту страну, где проходил обучение бизнес-английскому языку, с последующей сдачей экзамена, какой-то экзамен, не знаю. Не важно, каков-то экзамен. Искал там работу, но без разрешения на работу ничего не вышло. Чтобы получить джоб-оффер, то есть приглашение на работу, нужно разрешение. А чтобы получить разрешение на работу, нужен джоб-оффер. Вот такой занутый круг. По профессии мой муж системный администратор. Год назад он попал под сокращение и потерял место с достаточно приличным доходом. Долго искал новую работу, так как теперь в России на улице оказалось очень много квалифицированного персонала, в том числе айтишники. Конкуренция велика. Приходится соглашаться на любую работу, даже с мизерной зарплатой. Так в нашем случае и произошло. Кстати, во время поиска новой работы обнаружилась проблема. Муж проработал в одной фирме на одном месте, с повышением, конечно, в должности, 17 лет. И отстал своей профессии, так как на том месте все уже было отработано, и совершенствоваться было ни к чему, да и руководство не способствовало этому. Стал вопрос о повышении его квалификации, как системного администратора. Муж думал, думал и примел, вот какое решение. Совершенствоваться в своей профессии у него совершенно нет желания. А желает он стать джава-разработчиком. Записался на онлайн-курсы, сейчас проходит обучение, а в конце января у него уже будет первая стажировка. Конечно, есть областение, что при трудоустройстве в последующем его сочтут слишком возрастным для джуниор и предпочитал взять программиста помоложе. Но он у меня умный малый. Если за что-то взялся, то обязательно это сделает хорошо. Так что я в него верю. Вот это правильно. Хорошая жена какая-то. Теперь о самой эмиграции. Да. Это прям как ты, Света. Ты должен всегда в меня верить. О самой эмиграции. Есть огромная проблема. Например, попасть в Новую Зеландию можно по студенческой визе. Один из супругов нашей ситуации, это я, едет учиться. Я занимаюсь 3D-моделированием и визуализацией, хотя первое образование экономическое, но не пригодилось. Хочу взять годовой курс 3D-анимации. Там это направление очень востребовано. Я получаю визу студенческую с возможностью работать 20 часов в неделю, а мужу выдают полноценную рабочую визу в этом случае. И проблема наша будет решена. Но для получения визы нужно предоставить информацию о наличии денежных средств для обучения и проживания семьи из трех человек с расчетом на год. В настоящий момент, в связи с падением рубля, эта сумма весьма весома. Муж предлагает копить, но на это уйдут годы, так как сейчас нашего дохода едва хватает просто на существование. Я предлагаю либо занять, либо обменять нашу квартиру на однушку и на разницу от купли-продажи ехать. Но супруг так не хочет. Может, я не права, и надо смириться и ждать эти несколько лет. Хотя у него уже возраст приличный. Правда, сказал он, что если выиграем грин-карту, то сразу найдет у кого занять деньги. В общем, не знаю, что и делать. Морально мы уже давно созрели, а материально нет. Может, вы что-то посоветуете? Да. Я только сожалею, что не названа была сумма. То есть, сколько нужно иметь, показать, чтобы поехать в Новую Зеландию. Ну, какая разница? Нет, ну, существенно. Я тебе скажу, почему. Потому что если там речь идет о 30 тысячах или 50 там и так далее, это одна история. Если речь идет о сумме относительно небольшой, ну, вот, допустим, 30 тысяч у них нет, а, допустим, там 15 есть. Нет, ну, подожди, но там нужна семья из трех человек, чтобы она могла год жить хотя бы. Ты воспринимаешь задачу в рамках уже заданной тебе иммиграции в Новую Зеландию. Я воспринимаю задачу в рамках более широкой иммиграции. Может быть, их в Соединенные Штаты тоже устроят. Вот так я рассуждаю. Поэтому, если у них есть, там, допустим, на иммиграционного адвоката, там, не знаю, там 7 тысяч, пусть будет 8, если у них есть на машину на первое время там прикупить, ну, скажем, еще 6, да, 14, и к этому есть еще там, допустим, я не знаю, ну, тысяч 5, лучше 10 на первое время, вот, пока они работать не начнут, значит, то они могут совершенно спокойно ехать в США, подавать на политику, так, начинать зарабатывать там с первого дня. Через полгода у мужа будет полноценнейшее, и у нее тоже, у обоих будет полноценнейшее разрешение на работу, и они смогут работать, зарабатывать и делать все, что нужно делать. Вот, поэтому я бы так это все оценил. Ему понравилась Новая Зеландия, потому что он там был. И Новая Зеландия не может не понравиться, если ты приезжаешь туда из Москвы, и нигде больше особо не был. Если бы они приехали в Кремниевую долину, ему бы и здесь понравилось. Если бы они приехали в Оранж-Каунте, ему бы тоже понравилось. Послушай сюда, в Сиэтле бы он просто бы от счастья душа бы замирала, понимаешь, и в Кикаго тоже. Можно я тебе скажу, тут есть тонкость, да? Дело в том, что у них с поездкой в Новую Зеландию как бы есть понятные планы миграции, которые, в общем-то, довольно реальны, да? Если есть деньги, человек едет, получает студенческую визу, супруг получает рабочую визу и так далее, и так далее. Если говорить об Америке, то не все так прозрачно. То есть вариант со студенческой визой требуется очень много денег, чтобы приехать в другую страну учиться. А всем троем им получить, например, въездную визу в Америку, где понятно, что они собираются остаться, фигом дадут. Они из Российской Федерации нам почти не отказывают в визах. Послушай, Свет, я не выдумываю проблем. Значит, если бы у них новозеландская перспектива была такой простой и ясной, они бы вообще продали бы свою квартиру подмосковную и не пытались бы ее менять там на однушку, а просто бы ее продали и ехали бы себе с концами чего им. Ну, вот я хочу сказать еще, на самом деле, я уже тоже подумала об этом. Дело в том, что мы уезжали из Москвы в 90-м году. Ну, и тогда никаких возможностей не было ни продать квартиру, ни что-то такое с ней сделать. И мы уезжали с мыслью в мозгу, что мы уезжаем навсегда. И вот это определенное такое состояние ментальное, да, то есть если вы говорите, я еду навсегда, у меня нет пути обратно, да, то тогда ты едешь и ты преодолеваешь порядок. Ты едешь навсегда. Когда люди оставляют запасной вариант, оно неплохо, конечно, иметь запасной вариант, но он немножко в данном случае расслабляет. Подрывает, да. Если ты говоришь, ой, если мне будет так тяжело, что не в Моготу, да, то я вернусь обратно. И какие-то люди на этом месте ломались. И мы знаем людей, которые в этом месте говорили, нет, я обратно не поеду, независимо ничего. Поэтому вопрос продажи или оставления квартиры, это вопрос того, что у вас в голове происходит с точки зрения ваших намерений. Света, я это говорил только к тому, что вопрос новозеландский, как эмигрировать в Новую Зеландию, вот ты говоришь, у них есть простой понятный путь, он для них непонятный. Если бы он был понятным, не возник бы вопрос о сохранении какой бы то ни было квартиры в Подмосковье. Он непонятный. А что понятно? Подожди, у нее студенческая виза, а он в это время может работать. А дальше что? Света, что дальше? Вот она год там проучилась. И что? А второй год что будет? Понимаешь? Поэтому никакой там ясности нет. Ясность есть в американском варианте. Приехала в политическое убежище, через 6 месяцев после въезда в страну, там 7, у них разрешение на работу у обоих и понеслось. Ну, в смысле перспектив таких более долгосрочных, я вам скажу так, что, конечно, Австралия и Новозеландия, и там люди живут, конечно, и все нормально, но это все уже очень далеко. Это все так далеко от всего. Мы, конечно, в Калифорнии, нам тоже, говорит, жаловаться. Мы тоже далеко от всего, но все-таки мы являемся частью Америки, которая сама по себе очень большая. Тут внутри уже, получив вид на жительство в одной, допустим, ну, в Америке, ты уже можешь внутри страны передвигаться, поехать туда, где подешевле, или там, где есть работа. Ты можешь от Флорида до Гавайи, в Курстоянии, конечно. Да, да. То есть это не совсем то же самое, что жить на, в общем-то, там, на двух островах обособленных, да, где ничего нет рядом. Поэтому это тоже такое... Мы, когда были молодые... Ну, еще раз, ему нравилось. Ну, подожди секунду. Мы, когда были молодые, и тоже так подумывали об иммиграции, но тогда было мало информации, чего мы не знали. Нам понравился город Аделаида в Австралии. Такое красивое название Аделаида. И Миша даже песни написал на эту тему, и мы как-то грезили, что вот мы поедем в город Аделаида. Сейчас бы мы в жизни туда не поехали, потому что... Ну, что же, это... Ну, Миша, ну, подожди. Я песню запел. Ну, не надо петь песню. Вот, потому что, все-таки, конечно, Австралия – это не Америка и не Новая Зеландия, конечно. Лишь бы знать мне, что рядом лежит город сынов моих Аделаида. Да, такая у меня была песенка. Да, ну, в общем, одно дело мечты и мечты, а другое дело реальность. Вот она такая, что, конечно, Америка – это стабильность, это перспективы на будущее. И, в принципе, тоже возможность некоторой вот эмиграции. Да, во всем случае, она более так... Я бы сказал, что гораздо яснее, как им эмигрируют в США, чем, допустим, что будет через год в Новой Зеландии. Я так понимаю, что ответа у них тоже нет. Хотя, мы не знатоки эмиграции в Новую Зеландию. Я так слышал, может быть, пару человек у нас на канале что-то рассказывали. Но, в общем-то, ребята, думайте. Значит, вопрос-то был в чем? Занять денег, да, или что? Ну, как им финансово выкрутиться? Ну, да, тут вопрос, конечно, более сложный, чем просто решить финансовый вопрос пребывания года в Австралии, в Новой Зеландии. То есть, вопрос более такой существенный и глобальный. Да, так что, да, тут еще вопрос насчет денег. Значит, предположим, что у них есть сегодня какая-то сумма, да? И им нужно еще там несколько лет копить, чтобы эта сумма там до чего-то увеличить. Если они эти деньги держат в рублях, Света, то та сумма, которая у них есть, вот судя по тому, что люди многие там пишут, я имею в виду серьезных людей, которые пишут, у них эта сумма может, ну так, скажем, почти переполовиниться в относительно непродолжительной перспективе. Поэтому я бы на их месте не оттягивал, потому что они не только новых денег не заработают, они старые потеряют. Да, да. Ну, и опять же, у супруга возраст, в общем-то, критический, чтобы уже начинать что-то. 29? Нет, супругу 46. А, про мужа мы говорим, да. То есть, конечно, тут уже, знаете, как идет каждый год на счету, потому что, если подождите еще лет 5, и что, он приедет, и в 50 лет начинает что-то заново, это уже сложно. Да. Ну, в общем, такие вот дела. Ну, все равно, вам удачи, думайте, да, думайте о размышлении. А крайне в случае, если в девелоперы не получится, пусть в тестеры идет. Там весь его предыдущий опыт прекрасно зачтется, и будет он шикарным совершенно тестером, без всяких комплексов, что он там какой-то возрастной и потертый, там, а и молодежь его сейчас затопчет. Вот без этого, без всего будет шикарный просто тестер. Так, так, я вам скажу, кроме того, что вы там про эмиграцию рассуждаете, но вот, если уже о профессии речь, и о возрасте, и то, что на пределе, и так далее. Да, да, вот как раз для тестера, но, ну, тоже 46 лет и 50, тоже большая разница. Ну, он же техдарь, он же с бэкграундом хорошим, у него все это, он год тестером перезачтется, работает, ему все перезачтется. Ну, это правда, но годы, годы, годы летят быстро. Хорошо, ребята, успехов вам, и пусть все будет хорошо. Да. Спасибо.